Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григория, продолжаем играть в игру Alan Wake. У нас что-то с женой случилось в доме, где погас свет. Так, я спешу на помощь, давайте посмотрим. Ух ты, что тут? Что это? Смотрите, это птицы, птицы, птицы какие-то. А, это птицы тьмы. Их тоже надо это, их надо вставить батарейку. Так. Вот они, получи. Они, подожди, подожди, они мне покоя не дают. Так, отлично, убрал. Добраться до Элис. Все еще задание у меня. Вот этих еще, вот поджарить их, поджарить. Стоять батарейку, батарея садится очень быстро. Ну-ка, 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 ну-ка. Не достаю, не достает свет. Ладно, ладно, потом, наверное. Так, так, сейчас помогу. Подожди, что с тобой? Ладно. Все, здесь видно не до птиц. Пошли быстрее, так, в дом. Быстрее. Элис! 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 О, нет! Элис! Иди дальше! Алла, начнись! Элис! 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 Я очнулся в разбитом автомобиле, с ощущением, будто из одного кошмара перешел прямиком в другой. Я не помнил, как попал сюда. Знал только, что с Элис случилось что-то ужасное. Телефон не работал, но по помощи нужно было идти пешком. Достигнута контрольная точка. Так, друзья, мы оказались где-то в горах. Автомобиль наш упал. Так, что делать-то? Так, осмотреть. Среди вещей Элис я нашел книгу доктора Эмиля Хартмана. Дилемма создателя. Книга сразу напомнила мне о ссоре с Элис. Она мне не понравилась, как и самодовольная физиономия на бложке. Самодовольная физиономия. Ладно, пойдемте сюда тогда, наверное, да? Лучшим вариантом была бензоколонка. Там наверняка найдется телефон. Мне предстояла нелегкая прогулка через лес. Угу. Так, новое задание. Добраться до бензоколонки, друзья. Так, посмотрим. Так понимаю, сфокусироваться. Ух ты, машина падает. Понятно. Что-то совсем здесь не то, друзья. Так. Так, пока сюда вроде. Еле читаются какие-то. Эй. Еле читается маршрут. Ау, меня кто-нибудь слышит? Разбросанные листы бумаги оказались страницами рукописи под названием Deperture. Уход. Такое название я собирался дать следующему роману, за который так и не взялся. А вторым значился я, но я такого не писал. Не было такой работы в моей памяти. На этой странице был эпизод, где на героя в ночном лесу кидается убийца с топором. Так, понятно. Вы нашли страницу рукописи, которую вы можете посмотреть, их нажав кнопку F5. Титульная страница рукописи. Ау, Вейк, уход. Так, следующий, назад. На Вейка напал темный убийца. Человек повернулся ко мне. Лицо его скрывали тени. И во мраке окружавшего нас леса его почти не было видно. В отличие от запачканного крови топора, занесенного для удара. Человек безумно ухмылялся. Тени казались живыми и искажали его лицо. То была сцена из кошмарного сна. Вот только я не спал. Ладно. Пока никого нет, к счастью. Давайте будем исследовать здесь каждый уголок. Так. Так, посмотрим, что здесь. Что за черт? Есть здесь кто-нибудь? Пожалуйста, я попал в аварию. Так, здесь там кто-то был, наверное. Сейчас я посмотрю, что здесь сзади ничего нет. Нет, тут ничего нет. Так, свет, отлично. Свет, это здорово. Сфокусироваться. Огни впереди были хорошим знаком. Может, мне не придется тащиться до самой бензоколонки, чтобы позвонить. Это мы куда-то подходим к какому-то лесозаготовительному предприятию. Так, подожите. Осторожно. Опасные работы. То есть, на здесь ничего нет такого. Нет. Здесь могут быть какие-нибудь тайники. Так, вон стоит кто-то напротив желтого. Здесь есть кто-нибудь? Пожалуйста, я попал в аварию. Чё, ударился. Так, какой-то кран. Эй! Эй, вы! Не приехали. Ваш залог накрылся. Произошла авария. Мне нужна помощь. Мне нужно... Лучшие дома. В наём во всём Брэмфолкс. Карл Стаки рад познакомиться. При бронировании необходим залог. Он не возвращается. Всё по-честному. Так, слушайте, а у нас ни оружия, ничего нет. Всё по-честному. Так, я не понял. Ага, вот она эта. Тьма. Опять начала движение. Фух. Так. Что здесь светится? Карл Стаки рад познакомиться. При странице рукописи. ПЕРВОКЛАСНЫЕ КОТТЕДЖИ! Одержимый стоял передо мной. На нём невозможно было сосредоточить внимание. Словно он находился в слепой зоне, разросшейся от множественных повреждений головного мозга. Из него сочились тени, расползаясь, как чернильные пятна в воде, как облако крови от укуса акулы. У меня хватил ужас. Я сжал фонарик так сильно, как будто от этого зависела моя жизнь. Всей душой желаю, чтобы он не дал твари подойти ближе. Вдруг что-то произошло, и свет как будто стал ярче. Так, странно, ну... Так, в чём дело? Опа. Подождите, а куда мне идти-то? Так, вот машина. Чё, я не могу перебраться, похоже, да. Значит, всё-таки туда, значит, там, где обрушились эти брёвна. Ну, что ж ты хоть и он исчез, этот... Карл Стаке. Опа, вот он! В окрестностях Брайт Фоллс. Если гость не прибывает... ...залог не возвращается. Давайте-ка на свет быстрей. Я понял, если одно спасение... Брайт Фоллс. Нужно было что-то делать. В любой момент Стаке мог начать крушить дверь топором, как Джек Николсон в сиянии. Так. Здесь батарейки. Отлично. Ещё. Так, фонарик у нас есть, отлично. Ну, здорово, наконец-то. Теперь я как-то более спокоен. Пока вы у нас. Рекомендуем скандинавскую ходьбу. Это последний крик моды. Польза для здоровья неоспорима. К тому же вы одним выстрелом убиваете двух зайцев, осматриваете достопримечательности и... Так, используй телефон. Снижаете уровень холестерина в крови. Участок шрифа Брайт Фоллс. Я могу вам... Ёлки-палки. Алло, алло. Ну чё, а локоть-то тут вон. Всё понятно. Э-э-э. Чёрт, бери-то. Меня сталкивает, что ли? Так, выпрыгиваем быстрей. Ой, я об электричество, что ли? Так, куда бежать? Так, доброса до бензоколонки. Ага, открылась эта. Так, вот это выключатель какой-то. Ну-ка. Ага, получил. Так, давайте-ка. Ах ты, тараза. Смотрите, они меня, это, ранили. Так, ну-ка, на свету я восстановлюсь. Голова гудела от удара. До сих пор мне доводилось стрелять только в тире. И вот сейчас я убил кого-то или что-то. Трупов не было, они попросту исчезли. Если это был сон, то продоподобный до дурноты. Жизнь восстанавливается в нём? Да, потихоньку что-то восстанавливается. Так, стрелки какие-то, смотрите. Я могу читать знаки, когда освещаю. Сюда показывают стрелочки. В свете моего фонарика проявлялись странные надписи. Рядом кто-то спрятал ящик с припасами. Слушайте, отлично. Ящики с припасами. Так, взять ракетницу. Другое дело, ракетница. Продадим патрон для неё, ну что делать? Так, продолжаем, ладно, движение. Так, а тут что? Патроны для револьвера. Супер. Что здесь я ещё проверю вот тут? Мне кажется, здесь везде могут быть тайники. Так, смотрим. Пнуть. А, это отключилось вот здесь электричество, всё понятно. Саваться в тёмный лес мне совсем не хотелось, но выбора не было. Необходимо было добраться до бензоколонки. Действительно, вариантов нету, я так понимаю. Ух ты, вот один. Ну нет, не... О, кидается ещё, обалдеть, ещё кидается. Паразит. Так, отлично. Будем потихоньку их отстреливать. Так, вот, батарейки. Патрон для револьвера, отлично. Вот, вот там, по-моему, что-то есть. Да. Записка. Здесь страница рукописи. Так, страница рукописи. Так, я, наверное, чуть прибавлю звука голоса, а то я иногда не слышу, что они вообще говорят. Начинаю говорить и не замечаю там текста. Так, что ж, вперёд. Вперёд, вперёд, вперёд к бензоколоночке. Контрольная точка. Да кто это... Что возьми, это птица? Что это, чёрт побери, было? Я бы тоже хотел знать, друзья. Что это, чёрт побери, было? Когда внизу показалась река, у меня в голове как будто что-то отпустило. Я понимал, что нужно как-то переправиться. На воду даже смотреть не хотелось. Так, отлично. Так, отлично. А, во. Что это тут? Переход. А, скажите, а здесь всё лишь страница рукописи. Ну ладно. И тупик, да? Замечательно. Что ж, пойдём назад тогда. Делать нечего. Вот. Есть. Что? Ооо, входит там. Поместье Светлая река. Не туда хожу, когда хочется чего-то особенного. Слушайте, вот он сюда убежал, да? Стаке всё ещё был там. Восслеживал меня. Чё не так все обиделись на меня? Всех надо было в эту клинику отправить. Сумасшедших. Так, вперёд. Контрольная точка. Опа. Ух ты, кидают, кидают. Хорошо, что я увернулся. Есть. Отлично. Хотя бы успел. Убрать их. Сюда? Правильно. Похоже сюда. Тут ничего ведь нет, наверное. Нет, тут ничего нет. Так, вот знак опять. Ага, вот стрелка. Стрелка туда указывается. Сюда стрелка. Так, пойдём посмотрим, что здесь. И вот сюда. Лезть. Так, отлично. Какой-то сарай. Одержимые. Они одержимы. Одержимые. Написано. Одержимые наполнены тьмой. Да, я это совершенно заметил. Так, что здесь у нас? А, вот. Ещё один тайник для меня, да? Открыть. Взять литиевые батарейки. Так. Похоже, проход не здесь. Вот это меня смущает. Над головой фигня. Здесь тоже, похоже, нет прохода. Где же он? Где же он? Патроны. Я вижу. А, патроны. А, полные. Отлично. Полные патроны. 42. Странное число. Не забыть, если вдруг сейчас кто-то здесь что-то будет делать. Так, осмотреть. Электричество не было. Но где-то на лесосеке должен был находиться генератор. Так, ладно, хорошо. Учитывая то, что они могут ещё и техникой управлять. А, вон генератор, я вижу. Так, а тут что? Здесь, наверное, я не пройду. Не, не хочет. А, нет, не хочет залазить. Здесь тоже. Кругом столько лесного оборудования. Наверняка тут можно было чем-нибудь воспользоваться, чтобы добраться до вершины. Ага, сарай ещё один. Опа, 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 попёрли. Так. Так, увернулся. Отлично. Двоих я сваншотил. Это отлично. Отлично, отлично. А второго? Вот этого, третьего вернее. Я убрал так. Класс. Класс, класс, класс. Класс. Да, вот. Ракетница, конечно, отличная вещь. Так, ну что? Запускаем генератор. Понятно. Добраться до верхнего прохода. Посмотрим, что здесь. Билдмор Логин Ко. Ага, понятно. Это контора здесь явно. Страница рукописи. Что ещё у нас здесь? Ух ты, дробовик, друзья. Дробовик. Отлично. Отлично. Веселее уже, да? С дробовиком-то. Никого нет. К счастью. Мне, наверное, к этому переключателю нужно подойти. Ага, а вот, лево-право. Понятно. Переход. Хорошо. Ещё качается. Ну, вроде перешли. Отлично. Отлично. Так, что дальше? Ещё какой-то сарай. О, подождите. Хотя бы свет защитит меня. Так. Патроны для дробовика. Включить радио. Я сейчас вышел глотнуть свежего воздуха. И какая ночь. Я знаю, большинство из вас, наверное, уже в постелях. Если вы ещё на ногах, ловите момент. Выйдите на встречу чарам природы и вдохните полной грудью. Воздух неподвижен. Небо кристально чистое. Лес будто тихо дышит вместе с тобой. Как вы знаете, я ночная птица. И в такие ночи горько сожалею, что заперт студии. Мне, старику, так хотелось бы сейчас где-нибудь побродить. Но я здесь, и потом... Кто ещё составит вам компанию на всю ночь, если не я? О, похоже, не только я бодрствую в этот поздний час. Говорите о эфире. Привет, Пэт. Это Моррис Хартен. Привет, Моррис. Как дела? Да вот только что выводил Тоби на прогулку. А, правда? Там красиво? Да, конечно, но... Пэт, я чё звоню-то? Тоби услышал, как что-то шуршит в кустах. Кинулся туда, и я не смог его найти. Кролик, наверное. Конечно, Тоби любит кроликов. Ну, конечно. В общем, я решил, что если кто-нибудь найдёт Тоби, то, может, подберут его. Мой номер у него на ошейнике. А, Тоби. Он как, дружелюбный? О, Тоби любит людей. Обычно он возвращается. Но мы далеко забрались от дома, и, похоже, он совсем заигрался. Он хороший пёс, только глуп как пробка. Что ж, Моррис, он сейчас там. И, надеюсь, скоро вернётся домой. Да, Пэт, спасибо. Спокойной ночи. Так, прослушали ещё одну запись радиоразговора. Что ж, пойдёмте дальше, друзья. Ага, подождите, здесь отметка. О, во. Так, подождите, подождите. Вот. Ага, сюда. Сейчас старая машина здесь какая-то. Ага, и тайничок. Так, отлично. Ещё одна ракетница. Дождите оружие. И всё, да? Слушай, такое дыхание прям чумовое. Так, ну что ж. По законам выживания будем использовать сначала самое крутое оружие. Потом уже перейдём более к тому, что останется. Ещё одна страница. Не буду уж их читать. Так, сону, они у меня... Бензоголомка была всё ближе. Её огни призывно горели во тьме. Ол делает самые лучшие худоги в штате. Самый лучший, конечно. Хана желудку. Потом зверюга. Ну и звезда на третьем месте. Так, чуть мне не нравится этот весь расклад. Так, вот обрыв. Так, а это что у нас генератор, что ли? Так, подождите, здесь несколько их, да? Да ладно! Так, только не зажимайте меня, пожалуйста. Так, пришлось этого убить так. Из ракетницы. Ну что делать? Ага. Слушайте, ну вообще. Не очень, конечно. Не очень получилось здорово. Потеряла ракетницу. Ну ладно. Не успела сразу генератор запустить. Ладно, сейчас зато здоровье восстановим, я думаю. Фух! Так, достигнута контрольная точка. Давайте подберём что-нибудь. Ага, у меня этот... Батарейки полные. Не, всё-таки трубовик давайте оставим. А куда дальше-то? Так, пройду здесь, посмотрю, что. Опять этот пырь какой-то тут. Ах ты, зараза. Ещё один, что ли? Давайте на свет. Так, ну чё, убрался я, что ли? Так, я убрался с этого... С тьмы. Фух. По-моему, там ещё один был. Для кого он делался-то? Не, ну раз вот этот тьма тут присутствует... Так, я вижу какой-то... Ага, вот. Чё-то их многовато, вам не кажется? Да ладно, идите отсюда. Так, а это чё тут? Ага, я понял. Они исчезают когда... Так, подождите, что-то написано. Safe house? А, safe heaven. Ага, понятно. Сейчас восстановим здоровье, друзья. Фух. Ну ничего себе. Однако тут... Я так просто не смотрю. С ними не совладаешь. Да, ракетница сейчас бы не помешала. Тут трое их. А, вот он. Не, вот тут ещё один. Так, отлично. Ещё один, что ли? Так, подождите, подождите, подождите. Вы по одному, пожалуйста. Друзья. Ух ты. Вот тут есть один. Слушайте, с ними надо просто пожёстче. Я понял. Я понял, что... Они, конечно, крутые, но... Вот там что-то светится. Так, safe heaven туда. Опять двое, что ли? Да, зараза. Смотрите-ка, а. Попробую спрятаться здесь. Сейчас восстановить здоровье надо. Фух. Не, ну это серьёзно, серьёзное дело. Фух. Что-то они прям... Не дают мне пройти. Попробую спрятаться. Ну, неужели? Нет, здесь ещё есть кто-то. Не пойму, они здесь заканчиваются или они? Так, здесь была где-то надпись. Ага. Safe heaven. Чёрт, побери-то. Так, это у нас страница. Страница рукописи. Я понимаю, что там укрытие, но я хотел посмотреть, нет ли здесь каких-нибудь... Тайничков. У них... Вот если здесь тьма сгущается, вот так, значит, здесь ещё кто-то есть. Так, всё, выносливости нет. Хотя, с другой стороны, видите, никто не выскакивает. Ладно, я думаю, пора идти тогда в этом направлении. Да уж. Батарейки я не берусь. Я не использую батарейки, друзья. Вот в чём беда-то. Так, говорят, там что-то есть интересное для меня. Так, отлично. Да, ракетницу, конечно, надо брать. Исключительно... То есть использовать исключительно в сложных ситуациях. Так, закончились патроны. Видите, у меня тут пистолет-ракетница. А вот салаты, это не по мне. Я ведь мужик. Мне мясо подавай, да побольше. По-моему, время для ракетницы, друзья. Я не прогадал. Я не прогадал. Эти звуки оттуда, конечно, пугают, честно говоря. Но... Тоже он ли себя в порядке? Так, страница. Ладно, сейчас узнаем, что там. Сначала сюда, наверное, надо зайти. Так, батарейки не могу взять. Дробовик опять. Так, перезарядить оружие. Отлично. Использовать. Ворота открылись. Телевизор. Наука. Она дарует бессмертие тем, кто служит ей на благо всего человечества. Ньютон Штейн Саган. Короли среди людей. Цена подобного наследства непомерно высока. Найт Спринс. Сегодняшняя серия. Квантовое самоубийство. Если наши судьбы уже записаны, требуется смелость, чтобы изменить сценарий. Собрав пресс-конференцию, доктор Баркли Келвин собирается продемонстрировать такую смелость. Дамы и господа журналисты, я доктор Баркли Калвин. Рад приветствовать вас в институте Муркок. Сегодня я продемонстрирую на практике многомировую интерпретацию квантовой механики. Как видите, это заряженный 9-мм пистолет. Он станет частью мысленного, а теперь реального эксперимента. Известного как квантовое самоубийство. Он сказал самоубийство? Пистолет настоящий? Это какой-то фокус? Прошу вас, сохраните спокойствие. Никакой опасности нет. Смотрите, что происходит, когда я приставлю пистолет к своей голове. Вы можете подумать, что пули не настоящие. Вовсе нет. Смотрите на горшок. Однако мне самому этот пистолет повредить не может. Каждое нажатие на спусковой крючок порождает две новые реальности. В одной из них пистолет выстрелил, в другой нет. С помощью данной машины я обеспечил, что эта реальность всегда вторая. Я даровал самому себе квантовое бессмертие. Ни при каких обстоятельствах этот пистолет не может меня убить. Так, погодите, то есть вы говорите, что каждый раз, когда вы нажимаете на спусковой крючок в другой реальности, вы умираете? Ну да, конечно. Но это совершенно не важно. В любой момент может произойти бесконечное множество событий. И все они где-то происходят. Важно то, что конкретное событие не произошло здесь. Эта одна вещь не произошла здесь. Колвин, вы безумец! Безумец? Безумец! Эй, этот провод должен быть подключен. Я в него споткнулся. Глупцы, узрите квантовое бессмертие. Бедный, бедный доктор Колвин. Пол жертвой собственной самонадеянности. Или людского невежества. Возможно, ему стоило оставить ящик закрытым. Распадающееся атомное ядро без наблюдения. Любопытство частенько убивает кошку. В Найт Спринс. Да, вот так вот. Такая история у нас здесь открылась в телевизоре. Тем временем мы, друзья, с вами отвлеклись немножко от событий, происходящих непосредственно с Аллым Вейком. Так, вот что там, смотрите, движется. Ага, я увидел. Механизмы какие-то. Ну, я думаю, друзья, что нам нужно с вами, перед тем, как туда пойти, все-таки, наверное, закончить эту серию. Вот, я надеюсь, она вам понравилась. И давайте продолжим приключения в следующей серии. В общем, это был Алан Вейк. С вами был Григорий. До встречи. Пока.